В эфире программа Добрый вечер Гомель на телеканале Беларусь 4. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы рады, что этим вечером вы с нами. Сегодняшний выпуск программы будет очень познавательным и интересным. А поговорить мы решили вот о чем. Ввиду того, что жители нашей Гомельской области часто пересекают южные врата нашей страны, отправляясь на Украину на отдых, за покупками или просто в гости, то, я думаю, интересно будет знать о грядущих изменениях в правилах посещения пограничной зоны. А еще сейчас время, когда школьники, которые в 2017 году закончат школу, определяются с выбором будущей профессии. И сегодня как раз мы поговорим с нашим гостем о том, где и как получить соответствующее образование и стать офицером-пограничником. О вступительных испытаниях, критериях отбора в ряды пограничников и многом другом предлагаем поговорить с начальником Гомельской пограничной группы Алексеем Викторовичем Кузьменко. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Викторович, ну, вначале хочется услышать от вас несколько слов. Расскажите, что сегодня представляет собой Гомельская пограничная группа? Ну, на сегодняшний день Гомельская пограничная группа – это территориальный орган пограничной службы в Республике Беларусь, пограничное соединение, которое выполняет задачи по охране государства границ Республики Беларусь, защите экономических и других интересов. Совсем недавно пограничная группа охраняла участок протяженностью 670 километров. Это была вся Гомельская область. Однако, два года назад, в связи с известной ситуацией на Украине, было принято решение, и часть участка Гомельской пограничной группы была отдана для того, чтобы был создан Мозынский пограничный отряд. Это больше наша комбинатура, которая относилась ранее к пограничной группе, теперь это Мозынский пограничный отряд. На сегодняшний день 305 километров участка государственной границы, это направление соотношения основных усилий на украинском направлении, относятся к компетенции Гомельской пограничной группы. Мы имеем в своем территориальном органе 5 пограничных застав, 1 пограничный пост и 6 пунктов пропуска. Но если говорить о территориальности, то в Брагинской у меня находится одна застава и 1 пограничный пост. Пограничный пост, в принципе, та же самая застава, только чуть-чуть меньше чисто личного состава. В Лоевском районе мы имеем 1 пограничную заставу и отдел береговой охраны Лоев. В Голинском районе мы имеем 2 пограничные заставы, в Добрском районе мы имеем 2 пограничные заставы. Говоря о пунктах пропуска, в Брагинском районе имеется пункт пропуска автомобильный через границу Камарин, который учителяет оформление лист-притекающей границы в пунктах пропуска Камарин одноименного и железнодорожного пункта пропуска Нового Иволча. В Гомельском районе это пункт пропуска, самый главный на украинском направлении республики Брусь, Новая Гута, южный город нашей страны, прямое направление на Киев. Железнодорожный пункт пропуска Тереха, в Добровском районе железнодорожный пункт пропуска Тереховка, автомобильный пункт пропуска Веселовка. Кроме того, в нашем аэропорту имеется международный авиационный пункт пропуска Гомель-аэропорт. Хотелось бы сказать, что не с момента создания пограничной группы эти подразделения находились на границе. Буквально еще два с половиной года назад граница охранялась мобильным способом охраны границы. Даже не было на 106 подразделений, было всего 2-3 заставы мобильные. Выезжали на ряды с ядра пограничной группы из Гомеля, охраняли границы в течение 5-6 дней и возвращались обратно. Конечно, о качестве охраны границы нельзя было вести речь в том объеме, который мы имеем сегодня. В связи с известными событиями в Украине было принято решение руководством государства об устилении охраны границы на южных наших рубежах. И началась эта работа. Огромную помощь нам, конечно же, оказали местные органы власти, областной исполнительный комитет, районные исполнительные комитеты. Потому что необходимо было выставить заставы. Финансовых средств для выставления их, конечно же, не было и нет на сегодняшний день. Мы брали бывшие школы, детские сады, даже бывший сельский совет, переоборудовали это все с помощью местного органов власти и, соответственно, своими деятельными средствами. И на сегодняшний день, можно сказать, что наш военнослужащий имеет достойные условия быта, обеспечения. Алексей Викторович, расскажите телезрителям о той уникальной заставе, которая у вас есть на пункте пропуска недалеко от Новой Гуты. В лесу. Удивительное место такое? Да, действительно, у нас есть одно подразделение, это мобильная застава, которая уже два года находится непосредственно на границе, в близистом моей границе. Это ваше, вот с тех пор, когда вы возглавили пограничную группу? Да, это когда я пришел сюда, когда посмотрел на систему охраны границы, понял, что надо усилять охрану границы. И помещений нет до сих пор, еще пока в перспективе, и мы разместили мобильную заставу в лесу между рубежами, первым рубежом, вторым рубежом, возле Новой Гуты, потому что направление Новой Гуты, это, конечно, самое основное направление на южном направлении. Там наибольшее количество нарушителей границы, и нарушителей пограничного режима, и другого законодательства. Так вот, мы разместили эту заставу сначала в палатках, первую зиму офицеры, прапочеки и солдаты жили в палатках, буржуйками. Со временем мы развивали территорию, развивали, проявили электричество. Там очень красиво, есть все для жизни. Да, своя вода есть, свое электричество. Сегодня мы уже от палаток ушли, там сейчас находятся вагончики утепленные. В принципе, отопление такое же, как у вас в квартирах, батареи, котел поставили. Все это, опять же, нам помогали. Нам помогла Сахоз Каменацош, нам их специалисты сделали отопление. Местные власти выделили территорию, лесхоз помог там с размещением. И мы охраняем границу. Я вам скажу, что военнослужащие, которые служат в этом подразделении, в лесу, в ходе общения спрашивающих, они хотели бы вы приходить в службу на линейной заставе в помещении. Никто не хочет уходить, свежий воздух, все хорошо. Вот удивительно, зима не пугает ничего в лес. Ничего не пугает, все хорошо, условия достойные, питание. Это такая же застава, как и обычная линейная застава, которая находится в помещениях стандартных. Просто дислокация имеет свои особенности. Алексей Викторович, что касается технических средств, которые задействованы в охране границ, я знаю, что ситуация сейчас тоже поменялась за последние два года, и возможностей стало больше. Да, конечно. Как я уже сказал ранее, что усиление границы на южном направлении произошло в связи с известными событиями на Украине, и основные силы и средства Госпоградемитета были направлены на украинский участок, а именно на участок Гомельской парадичной группы. На сегодняшний день мы имеем такие технические средства, которые не имеют даже некоторых территориальных органов предшествий, в другие части. Поверьте мне, я проходил службу до командира Гомельской парадичной группы, я командовал листским парадичным отрядом на белорусско-литовской границе, и хочу сказать, что сегодня я имею те средства, которых нет даже там сейчас, только устанавливаются. Это современный селекционный комплекс «Иворон». Это не просто датчики, закопанные там в землю, как у всех понятия. Имеем рубежи и заборы, специальные заборы, которые стоят видеонаблюдением, с датчиками, сейсмодатчиками. При подходе к ним срабатывают датчики, видеосигнал идет дежурному по заставе. Дежурный по заставе все это наблюдает, потому что техника современная. Автоматически срабатывает на движении, идет запись, моментально ориентируются на ряды. Если где-то на ряд есть рядышком, наряд просто перемещается и задерживает. Если рядышком нет, то есть тревожные группы. Для информации скажу, даже если военнослужащие спят на заставе, если идет сработка, необходимо выезжать. Через три минуты колеса машины уже выезжают с погрешной заставы и едут на сработку. И что, такие датчики установлены на протяжении уже всей границы? Еще не всей, еще пока не всей. У нас перспективы имеются, мы работу ведем. Конечно, в первую очередь мы закрываем границу там, где наиболее вероятное движение нарушителей границы. И практика показывает, что мы решение принимаем правильное. Потому что там, где у нас наиболее сильный комплекс сооружений и заграждений, и где он имеет технические листва контроля, мы подтверждаем, что да, мы задерживаем. Кроме того, если бы мы не задерживали, то по договоренностям, это между любыми странами, если от нас уходит нарушитель границы и приходит на сопредельную сторону, они его задерживают, нам его передают потом обратно. В этом году ни одного нарушителя границы Украины нам не передало, то есть их не задерживали. А мы, скажем так, человек 15 уже передали, которых они не задержали, они попытались к нам прийти. Зимой не только обычные граждане ждут снег, но и сотрудники Гомельской пограничной группы. Почему? Есть такая поговорка у пограничников. Непогода пограничника бодрит, а нарушитель границы изматывает. Конечно же, для нас период межсезонья, когда вот эта осень, весна, немножко накладывают свои проблемы, потому что летом на контрольной следовой полосе отпечатки следов и виды четко, и зимой на снегу тоже четко. Мы можем четко определить направление движения нарушителей границы. Рост, вес, все это есть целая наука, следопытство. То есть нам в этом поране гораздо проще. Ну и в любом случае, даже если нет снега и осень грязь, наши собачки пограничные нам очень хорошо помогают. И ни один нарушитель границы уже попробовал их лай, как минимум их лай на себе. А те, кто сопротивлялся, конечно, попробовали их оскал. Я бы шла себе за это. Алексей Викторович, расскажите, как стать пограничником? Каковы есть критерии отбора, зная, что вы очень строго подходите? И у вас самые лучшие по здоровью, и по физическим, и по психологическим данным? Да, я, позволите, разделю на три категории. Это офицеры-пограничники, военнослужащие по контракту и военнослужащие срочная служба. Мир не стоит на месте, динамично развивается, планеты меняют свой облик. Миграционные потоки в мире все известны, смотрят все по телевизору. Новые технологии. И поэтому быть офицером-пограничником, прежде всего, быть непросто и необходимо иметь определенный багаж знаний. Конечно, основной альбоматор, в который мы готовим наших специалистов, это наш пограничный институт, расположенный в городе Минске. Мы готовим специалистов по четырем специальностям. Это управление подразделениями границы. Выпускники после окончания получения, присвоения войскозвания лейтенант, направляются для прохождения службы на заставы. Минимальный их долг за начальника заставы. Вторая специальность, это управление подразделениями пограничного контроля. Это именно те, кто приходит служить в пункты пропуск через границу и оформляет физических лиц, перечекающих границу в пунктах пропуска. Кстати, хочу отметить, что в этом году у нас уже был набор девушек. То есть мы боимся не только юношей, но и девушек. То есть, и учим делом в тех офицерах. Третья специальность, это управление оперативными подразделениями. Это те люди, которых не слышно, не видно, но они всегда о всем знают и своевременно информируют и заставы, и пункты пропуска о том, что есть намерение пересечь границу, либо есть лица, на которых необходимо обратить особое внимание. И, конечно же, это офицеры, специалисты по идеологическому направлению, которые приходят тоже служить как на заставы, как и подразделение поличного контроля, именно по направлению идеологии. Это основной альбоматор, который мы готовим по четырем специальностям. Значит, вся информация, если необходима, по поводу поступления в этот институт, имеется на нашем сайте ГПК, пограничной группе. В том числе мы ведем активную работу в городе Гомеле, в области, чтобы люди знали по этим специальностям. Но кроме нашего поличного института, мы готовим специалистов. В Белорусском государственном университете. Это специализация химии. Это специалисты радиационно-химической и биотеретической защиты. Мы готовим специалистов в БГУИРе, потому что в век современной IT-технологии, мы готовим себе там же специалистов. Это все военные факультеты. Мы готовим специалистов в Гродневском университете Янки Купалы. Это офицеры, которые готовятся по линии вещевого, делового обеспечения. Мы готовим специалистов в нашем Белорусском техническом университете в Минске. Это те люди, которые приходят потом по специализации экономика и управления. Мы готовим специалистов в нашем пожарном институте МЧС в Минске. Это небольшие наборы, там 1-2 человека в год, не больше, по противопожарной безопасности. Мы, кроме того, готовим специалистов в нашем Белорусском генеральном институте транспорта в Гомеле по специализации инженерного обеспечения. И БНТУ в Минске, это технические специализации, которые нам необходимы для несения службы. И два учебных заведения, это Калининградское училище и Череповецкое училище, это тоже узкие специализации, это радиоэлектроника, это инженерное оборудование. Вот этих современных новых систем. Отбор происходит в Белоруссии, экзамены сдаются на базе предшеинститута. Эти военнослужащие убывают для учебы в Россию, они учатся в интернете в Белоруссии, получают обеспечения финансовые. В общем-то, возможностей много, где мы получились в стране. Да, это что касается офицеров. Что касается контрактников. Значит, контрактников мы формируем по трех направлениям. Это военнослужащие, срочные службы, которые уже служили, пришли домой, как говорится, на гражданку. И потом все-таки решили связать свою службу с органической службы. Солдаты срочной службы, которые перед окончанием срочной службы заявили желание, остаются автоматически и приводятся на контрактников. И даже совсем недавно было изменено законодательство. Мы берем людей на контракт даже тех, кто не служили срочной службы. Конечно же, в первую очередь, это люди средне-специально высшее образование, которые в 95% идут для службы в пункты пропуска через государственные границы. Но в том числе есть и контракт. Люди приходят на контракт даже без гражданки, которые хотят служить на заставе. Есть все прелести в каждом направлении деятельности. Ну, к примеру, сказать, военнослужащие, которые служат на заставе, у них льготные исчисления, выслуги лет, один месяц за полтора. Ну и у контрактников, как и у офицеров, это стабильное денежное удовольствие, выше среднего, если брать по меркам Гомельской области. Отпуск тех, кто служит на границе, 45 суток. Хороший отпуск. Хороший отпуск, да. Значит, единовременное пособие на оздоровление ежегодно. Бесплатное медицинское обеспечение в наших лечебных заведениях для военнослужащих и членов их семей. Кроме того, у нас есть такая мера социальной защиты военнослужащих, которые, если есть какие-то болезни, он и его члены семьи необходимо приобретение каких-нибудь дорогостоящих лекарств. Все эти деньги компенсируются 100% при наличии диагноза, подтверждения диагноза. У нас нет проблем со средством жилья военнослужащими, кто прослужил 5 и более лет, причем при выслуге 5 и более лет. Значит, 5-процентный кредит на 20 лет, и я вам скажу, что у нас от капитана и выше нет военнослужащих, которые не имели бы жилья, либо которые вот-вот его построят на льготных основаниях. Ну, это замечательная социальная поддержка, мне кажется. Да. Это что касается контрактников, поэтому я приглашаю желающих пройти службу по контракту в нашу пограничную группу. Телефоны у нас есть, у нас есть своя страничка на сайте. На сайте области полкома там все телефоны имеются, в том числе можно зайти на сайт КПК, там Госпартный комитет Республики Беларусь, там имеются все телефоны наших управлений кадровых отделов и связаться с этими органами, которые расскажут более подробно, какие необходимые документы и так далее. Что же касается срочной службы, буквально уже через неделю мы начинаем отбор призывников, которые будут обладать наше учебное заведение, учебки, как называют их на гражданке, то мы эту работу проводим за полгода до призыва военнослужащего. Как я уже говорил, есть небольшие поговорки у пограничников, вот опять же одна из таких, не каждому Родина доверяет ходить по крайней мере в своей земле. Конечно, это солдаты срочной службы, которые должны быть наиболее подготовлены как физически, так и психологически. Потому что на ряда идет это два срочника, сержант, солдат, рядовой. Они идут, два человека, вдоль государственной границы. Мало того, что не отвечают за охрану границы, юридически отвечают. Даже я вам скажу такой пример, что примение оружия, да, пограничник не просто имеет право примить оружие, он обязан примить оружие в случае, если нарушается заказательство публики Баруси и нарушитель ему не подчиняется. Поэтому такой должен быть и отбор. Поэтому мы за полгода до того момента, когда гражданский человек стать военнослужащим срочной службы, мы работаем, отбираем их в военкоматах, с запасом изучаем их по месту жительства, в школах, где они учились, в учебных заведениях, в колледжах, в высшем учебных заведениях, составляем ему характеристику полностью, общаются наши психологи, их приглашают в военкомат заранее. То есть полностью получаем портрет этого военнослужащего и отбираем только тех, которые нам нужны. Я скажу вам более того, что если военнослужащий заявляет, что он не хочет служить в военнослужащей службе и даже проходит по всем критериям, такой военнослужащий служить не будет однозначно. Поэтому у нас никогда нет проблем с отбором. У нас все ребята хотят у нас служить. А раз человек хочет служить, значит он добросовестно относится к исполнению служебных обязанностей. Я вам скажу больше, я здесь уже чуть больше двух лет командир поверничной группы, у меня не было никогда проблем с военнослужащим срочной службы. Я очень горд, что у меня есть такие солдаты, на которых можно положиться. Буквально сегодня у нас будет после обеда мероприятия, мы чествуем дембелей, которые буквально уже сегодня вечером будут уволены в запас и в течение двух недель будут уволены в запас. Какое количество людей военнослужащих переходит на контрактную службу послесрочной? Значит, если взять за 100% военнослужащих, которые проходят службу, процентов 15 остаются на контракт. Процентов 15 остаются. Это говорит о том, что ребята подтверждают то, что они правильно избрали свой путь в жизни. Алексей Викторович, расскажите о тех изменениях, которые предвидятся в ближайшее время в правилах пересечения границы. Да, значит, действительно, с 1 января вступает новая редакция налогового кодекса Республики Беларусь. Будет некоторое изменение. В чем это выражается? Госпрометитет постоянно ведет работу по поводу упрощения въезда в пограничную зону, если на сегодня для въезда в пограничную зону необходимо иметь, граждане Беларуси, паспорт и справочка о уплате госпошлины 0,2 базы величины на год. С 1 января 2017 года планируется к изменению следующее положение. Может быть, получить пропуск до двух лет сразу. Оплата въезда в пограничную зону не нужна будет. То есть граждан может быть въехать сразу в пограничную зону при наличии паспорта или вида на жительство. А вот в полосу, как я уже сказал, необходим будет паспорт и уплата госпошлины с пропуском нашим, который мы даем, она будет составлять 0,4 базы величины. То есть не нужно будет человеку каждый год получать пропуск по речную полосу. Он уезжает, раз оформил и два года уезжает. Это касается наших граждан Республики Беларусь и иностранцев, которые имеют вид на жительство. Немножко другой порядок въезда иностранцев. То же самое будет на режимную территорию. Иностранцы должны получить пропуск у нас для въезда в пограничную зону и 0,4 базы величины оплаты. Но им не нужен будет этот пропуск по речную полосу. То есть есть такая небольшая либерализация данного процесса. Но полоса это более узкая такая территория и ближе к границе. Да, то есть мы ослабляем въезд в пограничную зону упрощаемую. Если человек не хочет ехать на саму границу, они живут родственники по речной зоне, то не нужно ничего платить. Паспорт, либо вид на жительство. Приехал, побыл. То есть опять же плюсы для рыбаков, плюсы для тех, у кого родственники находятся в этой зоне и проживают в населенных пунктах. Конечно, конечно, конечно. У нас, если говорить по рыбакам, тему затронули, мы только в этом году выдали более 16 тысяч пропусков по граничную полосу для тех, кто учитывает отдых, как правило, на реке. Это Брагинский и Ловский районы, основные места лова, рыбы и отдыха. Поэтому уже зона будет проще въезд. А если уже непосредственно на реку выходишь, там где граница, где парничная полоса, там уже необходимо будет иметь пропуск в полосу. И 0,4 базовая величина, 2 года, не такая большая сумма. Алексей Викторович, расскажите, что отличает Гомельскую пограничную группу от других территориальных органов пограничной службы? Есть у вас уникальные подразделения, поделитесь. Да, действительно, Гомельская пограничная группа это уникальное подразделение. Почему? Потому что мы охраняем границу по реке, по воде, по суше и по воздуху. По суше, понятно, это пограничные заставы, о которых мы с вами говорили, по реке. Уникальное подразделение, аналогов которых нет в Беларусь, это отдел береговой охраны Лоев. Дислостируется он в населенном пункте Лоев. Если говорить о участке охраны, из 305 километров охраняемого участка нашей пограничной группы, почти 170-169 километров, если быть точным, проходит по рекам Сож и Днепр. Соответственно, необходимы технические средства, необходимы плавсредства для охраны этих участков. У нас очень обширный парк плавсредств. Мы охраняем речной участок как зимой, так и летом. Зимой мы имеем на вооружении два типа катеров амфибийного типа. Проще их называют катера на удушной подушке. Это катера Гепард и катера Мираж. Гепард это более старая модель, Миражи мы получили буквально в этом и в прошлом году. Производство? Производство России. Уникальные катера. Скорость по льду до 100 километров в час. Представляете? Уникальные показатели. Только лед у нас был зимой, а так его обычно мало бывает. Но здесь эти катера охраняют границы не только по льду, они охраняют границу и в летний период. Да, это же и болото, особенно когда низкий уровень воды и так далее. Поэтому это всепогодные катера, которые достаточно качественно используются в охране границы. Далее у нас катера, которые мы используем в основной период навигационный. Это катера как белорусского производства, так и итальянского. Если говорить по движителю, есть винтовые двигатели. Это у нас есть катер «Дозор» итальянского производства. Мы получили буквально недавно на вооружение. И катера «Шквал» нашего гомельского производства. Значит, это катера мы используем, как правило, когда уровень воды выше 30 сантиметров. А есть катера, которые мы используем при уровне воды ниже 30 сантиметров. Это катера нашего брусского производства, в Могилеве. Это катера «Патруль». Очень маневренная плавательность. Да, катера «Патруль». На мели идут только в ход. Скорость их до 70 километров в час. Поэтому очень замечательно. И, опять же, белорусское производство. Жестко-ндунные лодки с водометными двигателями. Скорость до 80 километров в час. Тоже большая скорость. А ну, скажем так, что на сегодняшний день, по опыту охраны границы, нет ни одного плавсредства, которое бы применялось на воде гражданскими лицами, которые бы смогли бы уйти от нашей техники. Их просто нет. Но, кроме этого, есть катера. Уникальное подразделение. Там, где не догонит катер, есть воздух. Только в двух частях Республики Беларусь есть такое подразделение. Пока только в двух. Мобильное подразделение автожиров. Пока есть только в Гомеле и в Пинске. Буквально в ближайшее время встанет на вооружение в Мозыре и Бресте. Но мы же их используем уже давно, в боевом режиме. Автожир итальянского производства. Ну, чтобы было понятно нашим зрителям, это маленький вертолетик. Значит, максимальная скорость 160 км в час. Крейсерская 135 км в час. Ну, представьте себе, при участке 305 км, при скорости даже крейсерской 135, а максимальной 160, два часа и весь участок полностью проверен. Как на Ландаре. И поэтому, если даже кто-то, кого-то не увидит с воды, с суши, для этого есть автожир. Кроме того, кроме автожира, мы сейчас ждем поступления на вооружение беспилотных летательных комплексов. И в это время, хочу сказать, упустил еще одно учебное заведение, которое мы готовим специалистов. Это наше белорусское учебное заведение летчиков, которое находится в Минске. Мы там готовим специалистов по беспилотным летательным аппаратам. Наверняка все эти меры по системе охраны границы не могли не оценить и наши ближайшие соседи, то есть ваши коллеги из Украины. Мои коллеги из Украины смотрят завистью на многие вопросы. Не мудрено. Во-первых, это на те инженерные сооружения и заграждения, которые имеются на границе, они видят наши заборы, которые мы ставим, да, заграждения ставим. Они по результатам наших задержаний видят, что это не просто забор, который стоит как забор с забором, а какая-то техника там обязательно есть, потому что белорусские парнищики задерживают, они не успевают. Конечно же, они это видят. Они в зависимости смотрят на наши плавсредства, потому что, к сожалению, у них такого парка плавсредств нет и в ближайшей перспективе не предусматривается. Ну а автожиры-то у них вызывает вообще чувство разочарования. Алексей Викторович, да, огромную работу вы проделаете, конечно. И не только в плане своей работы охранной границы, а много уделяете внимания патриотическому воспитанию подрастающего поколения, работе с населением. Расскажите о тех военно-патриотических классах, которые созданы. Да, действительно, мы ведем огромную работу профориционную. Значит, у нас на сегодняшний день имеется три класса военно-патриотических по личной направленности, два класса во второй школе города Гомеля и один класс у нас на следующем пути Новая Гута. Ну, понятно, но на следующем пути Новая Гута основной, крупный, поэтому мы должны растить пограничники везде, и в Гомеле, и непосредственно на границе. Это получается более 70 человек, три класса. Значит, кроме того, у нас имеются клубы юлузии пограничников. Это во всех наших приграничных школах такие клубы имеются. Численность там чуть больше 120 человек. Вот, и кроме того, мы еще работаем с нашим кадетским училищем в городе Гомеле. Какие задачи мы ставим при работе с молодежью? Первое, конечно, готовить себе смену. Это те ребята, которые, а, будут поступать в наш пограничный институт, либо в учебные заведения, которые я называл выше, в интересах пограничников. Б, если по каким-то своим качествам, ну, к примеру, не хватило баллов для поступления, да, человек не смог стать пограничником, этих людей мы все равно держим на контроле, и потом их призываем в органы подслужбы на срочную службу, либо на контракт. Понятно, что требования к офицеру-пограничнику, они гораздо выше, чем к контрактнику и к срочнику. Поэтому не смог поступить против институт, полные шансы стать нашим контрактником и пойти на срочную службу. Потому что мы этих людей знаем, мы с ними работаем, как говорится, с детства. Растели для себя, конечно, чего контракт искать. И, В, пусть он не будет пограничником, пусть он не будет офицером, пусть он не будет контрактником, не будет даже срочником по состоянию здоровья, и такое может быть. У нас нет критерий по состоянию здоровья, мы берем всех, кто желает. Это человек, который мы растим, как патриот. Мы воспитываем его с детства, к любви к родине, уважение к своему государству, уважение к законодательству Республики Беларусь и уважение к обществу в целом. И вот основная задача, которую мы преследуем в ходе нашей профессиональной работы. Как реализуются эти меры? Это касается и классов, и клубов. Еженедельно проводятся занятия, минимум еженедельно, а то и два раза в неделю проводятся занятия с этой категорией ребят. В мае, на Каю наше праздник, 28 мая, мы проводим соревнования. Сначала по районам, потом на базе нашего отдела берега охраны в ЛОИВ соревнования на уровне области. Ребята сдают экзамены. Это и огневая подготовка, это и стрельба с оружием. Это, конечно, пневматические, это еще дети. Физическая подготовка, основу следопутства, основу тактики пограничной службы, то есть то, чем мы занимаем в течение года. И те ребята, которые получают на лучшие результаты, конечно же, призы, кубки, медали, награды. И в том числе, что касается военно-патриотических классов и кадетского училища, они сдают на зеленый пограничный берет. Там есть определенные требования, есть положение. И если они заслужили, они потом носят этот берет, уже обучаясь в учебных заведениях. Я вам скажу так, что если брать наше Гомельское кадетское училище, что только пограничники носят береты, все остальные униформы унифицированы. А те, кто сдал на зеленый берет в наш клуб, руководство кадетского училища дало такое право на снипсии оглашение, что они право на сетину зеленый берет пограничный марш. В общем, пограничников видно издалека. Алексей Викторович, ну нельзя недооценивать эту работу, которую вы проводите среди населения, особенно в приграничной зоне. Они вам помогают. Так ведь у вас такой взаимообмен. Да, действительно. Опять же, несколько целей мы преследуем при входе работы с местным населением. Ну, первая цель, мы доводим людям, что если брать основу, теорию, значит, нашего национальной безопасности, то нужно понимать, что гражданин Республики Барусь, он является таким же субъектом национальной безопасности, как и государство, как и организации, которые осуществляют. Он такой же субъект. И поэтому должен принимать активное участие в охране государственной границы. То есть обеспечить паричную безопасность, что является в свою очередь национальной безопасностью Республики Барусь. Это не значит, что мы преследуем цель, чтобы местное население брало в руки оружие и ходило вдоль границы. Этого не надо. Первое, чего мы добиваемся, мы хотим сделать так, чтобы граждане, особенно при границе, это были законопослушные граждане, которые понимали, во-первых, законодательство государственной границы, выполняли его и подсказывали, в том числе, тем своим соседу, родственнику и брату, который приезжает опять же к нему в гости, что он мог рассказать ему, какие документы тебе необходимы, если ты приезжаешь ко мне в гости и так далее. То есть вопрос, спектр правовой. Второе, это оказание помощи пограничникам в охране границы. Но, как я говорю, опять же, не с ружьем, не ходя вдоль границы. Очень много вариантов. И мы их активно используем и применяем. Это не секрет, что в населенном пути приграничном, в деревне все друг друга знают. Появление нового человека, незнакомого, у гражданина, проживающего в границе, должно вызывать какой-то сразу интерес. Кто он, что он, откуда. Не нужно человеку подходить, узнавать, кто ты, что ты, если нет такой возможности. Это просто сообщить своевременно в наше подразделение, в наши заставы. А там уже пограничники разберутся, кто он, что он, законно ли он находится в Республике Ларусь, либо он находится незаконно в Республике Ларусь. И вот эта работа, то есть мы настраиваем людей на то, чтобы они понимали, что соблюдая законодательство, если бы все соблюдают законодательство, информируют пограничников о том, что кто-то посторонний находится в парижной зоне, тем более в полосе, кто-то осуществляет противоправную деятельность при границе, это очень важно для них самих. Ну почему? Потому что где гарантия, что сегодня, если местное население не будет оказывать помощь правоохранительным органам, что завтра эта преступность, которая сейчас имеется у нас на сопредельном территории на Украине, да, это оружие, наркотики и так далее, не придет к нам, к нашим детям, к нашим близким и к родным. Я вам скажу больше, что мы, когда выставили пограничные заставы непосредственно на границе, даже если брать статистику, вот я интересовался в органах судебных дел по преступлениям, конечно, мелкие там хищения и все остальное, в разы упали там, где находится наше подразделение. Понятно, потому что, а, въезд в паричную зону под контролем, потому что мы выставляем контрольные посты на дорогах, где идет въезд в паричную зону, б, посторонние уже там не появляются, если появляются, то мы их задерживаем, по крайней мере стремимся к тому, чтобы 100% их задержать. Соответственно, жителям при границе жить, конечно, стало немножко проще. Ну и, сами понимаете, районный отдел предел далеко, участковые тоже здесь находятся на месте, поэтому, когда случаются беды у места выселения, люди куда бегут? На заставу. На заставе есть фельдшер, который может оказать помощь. На заставе есть люди, которые, если что-то случается там дома, всегда пограничник поможет. У нас нередкий случай, когда наши наряды двигались в границе, населенный путь непосредственно находится возле границы, обнаруживали пожары и до тех пор, пока поджал МЧС, даже людей вытаскивали из горячих домов. И такие случаи у нас были. Когда наряды спасали рыбаков, которые там, лодки переворачиваются, спасали. Когда наши рыбаки иногда теряют ориентировку, теряют ориентировку и пытаются заехать в затоки Украины, тоже подопождаем. Поэтому задача политиков не только пресекать, а в том числе и воспитывать место населения, тех, кто ведет свое хозяйство или с этой границы. Да, эта работа очень такая тяжелая, это нужно дойти до каждого. Мы такую работу проводим очень активно. У нас постоянно мы выезжаем в приличные населенные пункты, проводим сходы местного населения. Это, как правило, начинается с права информирования. Мы доводим, какие есть изменения в законодательстве, что мы хотим, какие были нарушения в данном районе, по крайней мере, административном. Ну и, как всегда, заканчивается выступление нашего оркестра, песни и все остальное. Народ очень замечательно принимает наших людей. И это дает результаты. Реально уровень противоправной деятельности у местного населения, при Ганище, он в разы упал. Именно у местного населения. Хочу сказать нашим телезрителям, что Алексей Викторович Кузьменко по итогам работы в 2015 году решением Гомельского облсполкома признан Человеком Года. Он одержал победу в номинации «Служу Отечеством». Так что огромное вам спасибо, Алексей Викторович, вам, вашей команде за то, что вы делаете, за то, что охрана рубежей нашей страны находится на высоком уровне. Спасибо. Спасибо. Мы желаем сотрудникам Гомельской пограничной группы в их нелегком деле успехов, удачи, ну и, конечно же, выполнение всех поставленных вами задач. Спасибо огромное. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает программа «Добрый вечер, Гомель». Наши следующие гости – люди невероятной энергии, большого количества сил и энтузиазма. Они и мастера сцены, прекрасные преподаватели, фанаты своего дела и просто талантливые люди. В гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Руководитель Гомельской театральной студии «Спирант» Сергей Трухин, преподаватель по актерскому мастерству, актриса театра и кино Наталья Голубева. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые гости. Сергей, ваша студия известна тем, что готовит, в принципе, людей, молодежь к тому, чтобы они в дальнейшем поступали в учебное заведение, соответствующего типа. Но так ли это на самом деле? Наверняка спектр участников шире, и интересы, которые они не представляют, они тоже шире. Расскажите. Я думаю, что это, наверное, на 90% не так, потому что те, кто действительно собирается связать свою жизнь с театральным искусством, их не такое большое количество. Я думаю, что это, наверное, около 10% всех наших участников, которые приходят конкретно за этой целью. В чем тогда нуждаются участники? Ну, на самом деле, выяснилось, и это была изначальная идея создания театральной студии, что у людей есть очень много разных барьеров, препятствий в жизни, которые мешают им просто развиваться в любой деятельности, не связанные вообще с театральным миром, и с кино, или еще с чем-то. Это могут быть и менеджеры по продажам, и руководители какого-либо, любого звена, и просто преподаватели, и все люди, которые с кем-то коммуницируют. И вот эта проблема коммуникации, она, скажем так, у нас очень остро стоит. Очень мало люди, скажем, уделяют этому внимания на каких-то этапах своего развития. И когда приходит к какой-то профессии, уже появляются какие-то комплексы, барьеры, что-то сложное и так далее. И поэтому большинство наших участников – это люди, которые пытаются снять вот это все. Что мешает развиваться? Кому-то мешает учиться, выходить к доске в той же школе, это для наших младших, и кому-то работать, продвигаться по карьерной лестнице. И они приходят сюда реализовывать вот эти вот свои какие-то интересы. Вот. Также, ну, вы понимаете, что прослойка тех людей, которые поступать будут в театральный ВОЗ, это достаточно узкий спектр возрастной. Это примерно там 15, 16, 17 лет. Это не так много людей. И более того, из этого слоя людей, да, и еще там только какой-то процент собирается поступать. Вот. А все остальные приходят со своими какими-то задачами, и их у нас реализовывают. И это люди возраста какого? Мы берем сейчас с пяти, ну, с пяти не всех, мы отсматриваем, там бывают разные пятилетние дети, да. И до 50 мы не ограничиваем, как бы, вот так вот. Даже если придет человек и скажет, так, мне 56 хочу, ну, ради бога, милости просим. Старшую группу. Вот пришли они все к вам, и как же вы их, не знаю, делите, распределяете? Какие группы, может быть, учитываются ли пожелания? У нас есть определенный такой возрастной ценз. Значит, группы формируются примерно плюс-минус два года. Это, например, с шести, там, восьми-девяти лет, с десяти, там, до одиннадцати-двенадцати, да, и так далее. Вот такими шажками. Ближе к старшим, там уже разбежечка побольше, потому что это уже, в принципе, взрослые, сформировавшиеся люди. Например, с восемнадцати, там, до двадцати-шести, потом с двадцати-семи и до бесконечности. Как-то так. Все мы, конечно, со своими комплексами и недостатками. Ваша студия «Аспирант» чему учит? Как раз-таки раскрепощению и вот выявлению этих недостатков и работе над ними? Театральная деятельность сама по себе, она сразу все проявляет. Все недостатки. Человек мог прийти за какой-то своей проблемой. Вот мне нужно там... Мне приходит, говорит, я хочу просто научиться красиво говорить. Вот такая задача у человека. Он пришел. Потом он попадает на сцену и появляется... Он понимает, что, а, я вообще-то и боюсь на сцену выходить. Я вообще-то как бы и со своими партнерами не особо хочу общаться, но у меня страх какой-то, да? Вот. И он понимает, что это ему все мешает. И он начинает втягиваться, втягиваться и понимает, что вот, можно, оказывается, еще больше решить, чем пришел за чем-то конкретным одним. Вот. Поэтому Наталья Евгеньевна, в свою очередь, занимается не только тем, что у человека в голове, да, какие-то комплексы, барьеры и так далее, психологические страхи. Она еще занимается тем, чтобы реализовать и раскрыть физиологические какие-то возможности человека, да. Мы часто находимся в одной и той же позе. Мы все время сидим где-нибудь там зачем-то, да. Мы все время такие вот зажатые физиологически. Наталья Евгеньевна на своих тренингах всегда заставляет просто расслабиться, прийти к тому исходному положению, когда человек расслаблен, нет никаких зажимов, у него не приподняты от волнения плечи и все остальное. Наталья, я думаю, что это, на самом деле, очень краткое описание того, что вы делаете на тренингах, на курсах. Да, конечно, конечно. Мы делаем очень много тренингов. Я очень часто, практически каждое занятие даю по часу, наверное, только тренинга. Это действительно так. На дыхание, на раскрепощение, на снятие зажимов, вот каких-то таких стрессовых даже каких-то ситуаций. То есть представление о том, что человек, придя на курсы по актерскому мастерству, он там за 5-6 занятий уже будет из себя что-то представлять, на самом деле ошибочно, да? Конечно, конечно. Ну, наверное, разные бывают. Сколько требуется времени, чтобы, ну, вот, раскрепоститься, обрести навыки истинической речи? Каждый человек находится на разном уровне именно, вот, да, общения друг с другом, на разном уровне своего развития, я бы так сказала. У кого-то одно, у кого-то другое. Кому-то полегче немножечко, да, там, может быть, он не настолько зажат в какие-то там, в корсеты, какие-то рамки. То ему чуть-чуть ему проще. Кому-то надо дольше объяснять. У кого-то что-то там, понимаете, да, в голове вот что-то такое, что человек не сразу понимает, как это делать. Не сразу понимает, чего я требую или чего я прошу сделать. Конечно же, возникает очень много вопросов. А зачем я должен это делать? А почему это так? Да, мне приходится это все, не приходится это моя обязанность объяснить для чего, что и как. Иногда очень простые вещи помогают. Просто объясняешь, как тебе расслаблять мышцы, и человек действует, чувствует, что что-то у него меняется внутри. И физически, и как-то так в голове немножечко, да. Он себя чувствует более свободным. И говорили ребята, а вот действительно эти тренинги помогают. Что собой подразумевает именно занятия по актерскому мастерству в более расширенной форме, если рассказать о них? Актерское мастерство, это, я вам скажу так, это название огромного комплекса действий над человеком, над его физикой, над психикой, да, которое позволяет ему прийти к состоянию актерских возможностей каких-то, да. И так как мы опять же говорим, что мы не готовим людей вот прям на сцену, куда-то в театр и так далее, да, за исключением тех, кто приходит подготовиться в ВУЗ, да, то мы начинаем с самого простого. Нам нужно человека в первую очередь просто освободить, расслабить, дать ему возможность почувствовать, что это такое быть ненапряженным в этой жизни, да. И уже потом мы начинаем потихонечку на него так вот надевать, надевать определенные навыки. Это и сценическая речь. Наталья Евгеньевна просто с младшими группами, она же и преподает у них сценическая речь. У старших групп есть свой преподаватель по сценической речи. И от речи переходит к какому-то действию, от действий к еще каким-то вещам. Все это в комплексе, просто нельзя просто взять и описать, что это такое. Это постоянная трансформация психо-физического состояния человека. И то, к чему они приходят, вот на это можно просто посмотреть, сказать, а, вот теперь они такие. Больше всего это замечают, конечно, родители детей, которые привозят и видят, что-то меняется, как-то что-то происходит. Даже дневники приносили, показывали, говорят, учиться стал. Почему? Потому что вот уже вышел не в зажиме, не в страхе, а вышел и думает о том, какая артикуляция, как он сейчас будет говорить. — Легкость появляется. Легкость вообще не... — И поэтому перестаем думать про барьеры, начинаем думать про уже образ какой-то. И это уже очень помогает даже... — Речевая легкость. И потом способность к импровизации. В жизни же тоже нужно импровизировать. Нам каждый раз приходится в жизни импровизировать. И хочется импровизировать красиво, легко, разнообразно. Вот, потом у нас есть такой аспект, как наблюдение, да? Мы наблюдаем за людьми. Это очень важно. За людьми я даю упражнение наблюдения за животными. Потом мы это все показываем. Это тоже очень важно. Ведь люди редко придают такое значение в жизни наблюдению за людьми. Просто как человек себя ведет в разной ситуации. А дети, которые приходят к нам, они учатся этому вот уже просто вот с молодых ногтей, что называется. Они понимают, что нужно за человеком наблюдать. Как он себя здесь ведет? Как в этой ситуации? Как в этой? Как он здесь говорит? Что он здесь даже, может быть, чувствует, да? Нужно как-то влезть, что называется, на место встать другого человека. Или влезть в его шкуру, еще говоря. Для чего это нужно понимать, наблюдать? Поставь себя на место человека, с которым ты общаешься, или с которым ты хочешь строить какие-то отношения, или тот же бизнес, или ту же какую-то работу, или с которым ты проводишь достаточно много времени, да? Чтобы его понять. А понимание у нас это очень большая проблема в жизни. Чтобы его понять. И чтобы понять, как с ним действовать, да? То есть, вот есть такое понятие в актерском мастерстве, а самое основное – это действие. В жизни мы что делаем? По большей части тоже действуем, да? Действуем словом. Действуем жестом. Действуем вообще просто как-то. Взаимодействуем еще, да? Есть такое слово. Взаимодействие. У нас тоже есть такое понятие взаимодействия. Это очень важно. Поэтому приходят, когда дети, это же очень важно, научить его взаимодействовать с людьми просто в жизни. Да, с детства. Это да, да. Чтобы человек понимал, чувствовал другого. Мы же даже глазами работаем. Мы вот смотрим друг в друга в глаза. Я их учу смотреть друг в друга в глаза. Понимать по глазам, что с человеком происходит, какое у него настроение сейчас. Что он чувствует. Что ему сейчас в данный момент лучше сказать, да? А можем ли мы, например, общаться просто глазами? Можем мы, не подмаргивая, не подмигивая, не строя, не кривляясь, попросить человека куда-то пойти с тобой, например, да? То есть, да. Это очень интересно. Они с удовольствием делают такие вещи. Бывает сложно, но им очень интересно. Они стараются это все выполнять. Да, иногда очень сложные упражнения даже детям, которым вот по 10, по 9 лет. И они понимают. Во время вот этого внутреннего перевоплощения человека, за которым наблюдаешь, человек понимает, что это тоже просто человек. Неважно кто, там, директор школы, президент или еще кто-то, это просто человек. И в будущем это вот, скажем так, я сам столкнулся когда-то с такой проблемой. Я там занимался где-то какими-то продажами, да? И понимал, что мне сложно зайти к клиенту, потому что он там какая-то у него табличка на двери. А мне надо с ним поговорить? А я не могу. Я вот, у меня тремор, я волнуюсь, боюсь. А вот эти вещи с детства, они помогают понимать, что всюду просто люди. Их нужно, конечно, уважать, к ним хорошо относиться изначально. Но это просто люди, у которых такие же нужды. Они тоже хотят домой, там, кушать или еще что-то. Они также относятся к людям. И не надо этого бояться. И тогда получается, что ты перестаешь из-за страхов терять то, что можешь получить в этой жизни. И это вот с детства они начинают к этому привыкать. Мы модулируем такие ситуации. Мы же в это играем. И дети, и взрослые у меня так играют. Например, мы берем там, вот кабинет директора, да? Вот ты приходишь. Есть же еще, что называется, вот у нас в профессии есть такие названия, как, допустим, у нас же тоже есть свои слова. Пристройка. То есть, да, как к человеку пристроиться. Есть пристройка, ну, вот две основные снизу, сверху можно, да? Есть на равных. То есть, вот как мы сейчас с вами общаемся, это на равных. Это тоже, мы пристраиваемся к вам, вы пристраиваетесь к нам. Это тоже называется пристройка. А если мы, например, играем в другую пристройку, да, это более подробно расскажу. Может все измениться, так что имейте в виду. То есть, если ты приходишь к какому-то более руководящему человеку, директору, руководителю, который стоит выше, президенту, да, то, понятно, у тебя будет немножко другая пристройка. Она, возможно, будет снизу, да? Если тебе что-то нужно добиться или что-то попросить. А у человека, который руководит, соответственно, будет сверху пристройка. Мы уже тоже, Саша, будем с тобой терминологией вводить. Да, вот мы изучаем всякие такие интересные вещи. Когда мы готовились к этой передаче, мы, конечно, изучали сферу деятельности спирант и тому, что там учат. И такие направления, как вокал и пластика тоже еще присутствуют в вашей театральной студии. Расскажите об этом. Ну, вот я расскажу, что касается вокала. Однозначно, не все имеют изначально какие-то данные вокальные. И сразу вам скажу, что мы не говорим о вокале эстрадном каком-то или оперном и так далее. Вокал, занятие по вокалу у нас, у них есть основная задача. Это работа с дыханием, с опорой, на котором человек говорит, с развитием голосовых связок, чтобы человек вообще научился этим аппаратом пользоваться. И если там еще плюс ко всему оказываются, еще есть какие-то слуховые данные и так далее, то человек вообще вдруг не мог и оп, и у него все получается. Для остальных же это тоже своего рода тренинг дыхательно-речевой и так далее, который позволяет им научиться пользоваться своим голосовым аппаратом. Потому что сценическая речь у нас есть конкретный предмет, на котором занимаются художественным словом, там тоже есть тренинги по дыханию и так далее, но там нет вот этих вот распевных, вокальных, слуховых каких-то дел. А на этих занятиях есть еще замечательная задача на вокале, это у нас не индивидуальный вокал, вокал у нас проходит в группе, и это вот то, как ты слышишь своего партнера, который рядом с тобой, насколько ты с ним в унисон попадаешь. Это тоже, о чем говорила Наталья, это момент коллективной работы, то, чего вот у нас дети приходят, они как бы все такие сами по себе, да, и вот в этот момент они учатся, что вы одно целое, и вместе у вас получается что-то более сильное. Опять же партнерство, быть все время в партнере, и вокал тоже этому способствует, ансамбль, партнерство, то есть вот в коллективе работа. Ну а пластика? Ну а пластика это та же сценическая речь, только телом, молча, потому что наше тело, оно очень серьезно выдает, о нас многое говорит, у нас, у меня, например, очень много наблюдений за разными людьми, когда просто по состоянию тела, можно сказать, о профессии, о внутреннем как бы каком-то состоянии, там, волнуйся человек, не волнуйся, спокойно и так далее, да, по положению тела вообще можно понять, зайти в кабинет и сказать, кто здесь главный, опять же, да. И это все опыт, который понимается через себя, так нельзя научить, главный будет сидеть, вот у меня когда-то учили, заходишь в кабинет, возле окна справа, самое главное сидеть, вот, а когда ты на себя это одеваешь, разные состояния, Наталья Евгеньевна, человека заставляет перевоплотиться в это все, и он понимает, что в этом состоянии он ведет себя и держится по-другому, да, вот он уже немножко другой. Это здорово, дать возможность почувствовать себя и так, и так, я хочу к вам на бокал. Ну, представляете, какие мы вещи делаем на пластике, вот, ну, то есть, актурское мастерство у меня включает вот этот элемент пластики, да, они играют все. Воздух, воздух, любой вам материал, пожалуйста, глина, стекло, дерево, чувство, да, причем в разных совершенно ипостасях это может быть, да, и стекло может быть мутным, стекло может быть разбитым, стекло может быть прозрачным, цветным, каким хотите. Вот они учатся таким вещам и с большим интересом. Есть у нас гости сегодня, которые расскажут, поделятся своими впечатлениями о том, что дала им работа в студии. Для кого-то, например, здесь выполняется мечта, можно выйти на сцену, почувствовать себя актером, возможность поработать, какие-то навыки получились от талантливых людей, опять-таки, актеров молодежного театра. Плюс найти друзей, хорошую компанию и просто проводить время с удовольствием. Ощущения крутые, потому что, когда приходишь на занятия, ты полностью отключаешься от той жизни, которая у тебя за дверями театра. Отдыхаешь, мысли в голове каких-то посторонних просто ноль, и это в первую очередь мне очень нравится. Во-вторых, ты узнаешь что-то новое, интересно, какие-то упражнения, которые я всегда хотела узнать, но в силу того, что искать, что в интернете сидеть, это все-таки никто никогда не будет. И поэтому, если ты сюда пришла, мне это все дали, особенно, когда получается, то вообще классно себя чувствуешь. Люди очень открытые, преподаватели шикарные, видно, что они нам полностью отдаются. Вот все, что они могут, все они нам и дают. Мне само непонятно, почему что-то дается проще, что-то легче. Видимо, что-то, какие-то навыки у меня в течение жизни уже были проработаны, какие-то вот нет. Даже странно, вот одно упражнение, вот сразу, вот очень хорошо получается, а другое, вот как-то нужно себя преодолеть, как-то, ну, поработать над собой, повторить, может быть, дома. До прихода в театральную студию у меня была не очень четкая речь, мягко говоря. Вообще, впечатления прекрасные, мне очень нравится здесь заниматься. Там в студию подсоединились следующие гости. Это участники театральной студии «Спирант» Георгий Джобава, Александра Черкас и Елизавета Черкас. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, какой опыт вы почерпнули из занятий в этой студии, в студии «Спирант», как это вам помогло и придало ли уверенности и силы вот уже в обычной повседневной жизни? Всегда мне было это интересно, еще с малых лет я интересовался и актерством, и режиссерством, то есть всегда мне было интересно это. Поэтому, и вот я всегда в Гомеле искал что-то, куда можно было сходить и чему-то научиться. Можно было, конечно, в Минск поехать, да, поступать, но, как бы, не было такой возможности, поэтому я искал что-то здесь. И так получилось, что даже не я, а моя девушка нашла вот курсы «Спирант». Вот, и я позвонил, и мы встретились. Мне сразу понравилась та атмосфера, которая была там. Вот, и мы, в принципе, сразу же начали заниматься. И я просто хочу сказать, что лично для меня, вот, человека, который всегда это было интересно, я хотел увидеть, как с этим, как это работает вообще. Чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? И как вам в работе помогает? И как это вам помогло в работе? Ну, я, так сказать, предприниматель, да? Предпринимателю навыки языкового общения, ну, нужны как в воздухе. Конечно, конечно, очень нужны. Ну, я шел, как бы, не только для того, чтобы научиться разговаривать, ну, это, конечно же, да, то есть, должна быть поставленная речь. Вот, но я хотел, как бы, научиться все-таки играть как-то, то есть... Будь немножко актером в жизни. Да. Да. Мне кажется, что да, именно за этим, Георгий, что, потому что какие-то там избавиться от комплексов, наверное, не это было первоочередно, а вот именно развиться больше. Комплексы были, конечно, да, были, без них никуда, да, но, да, в целом, конечно же, просто вот познать мир этого актерского мастерства. Ну и каков он, Георгий? Он замечателен. Не жалеете ни чуточку, что? Нет, совсем не жалею. В спиранте, что вот, хорошо, что там учат именно азам, то есть, вот эти азы для актера, которые должны быть. Конечно же, когда ты поступаешь в университет, уже это, там, уже более углубленно все это учишься, но именно в этой театральной студии были вот эти азы, то есть, у нас была сценическая речь. Рассказывали нам сегодня педагоги, да? Актерское мастерство, пластика также была. То есть, вот эти азы, и вот мы на втором полугодии, да, мы уже начали уже готовиться к спектаклю, и вся эта атмосфера нас так захлестнула, так сказать. И мы все, вот, и самое главное, что мы всей командой, вот, которые остались на то время, мы все очень сдружились, и до сих пор общаемся, и даже сейчас размышляем что-нибудь поставить еще раз. Вот это бесценно, опыт общения, новые друзья, знакомые. Да. Елизавета, вы как участник этой студии, расскажите о вашем опыте, ну, что вам это дало, и какие результаты, какие... Уже же не первый год Елизавета посещает спиран, да? Да, уже третий год. Сколько вам лет? Пятнадцать. Я как-то более открыто с людьми начала общаться, более раскрепощенной, и как-то мироощущение поменялось. И как-то начали образовываться цели вообще в жизни, и начали обращать внимание люди на меня. То есть, в принципе, я так понял, что в Елизавете цель достигнута вообще. Замечательно. Что мама Александра скажет по этому поводу? Я хотела сказать, что на самом деле появилась внутренняя стержень какой-то харизмы у ребенка, и действительно замечают ее люди, одноклассники больше, взрослые. То есть, ее видят. То есть, она умеет себя преподать теперь. Потому что такой, какой она была... А было? А что было тогда? Ну, она очень стеснительный, замкнутый ребенок. То есть, она на самом деле очень мало общалась. А сейчас, когда приходит с горящими глазами и говорит, представляешь, вот люди, которые сейчас со мной занимаются, она учительница. Она учительница, и она со мной ставит вот эту вот миниатюру там какую-то, и она со мной общается на равных. Ну, это на самом деле бесценно. А скажите, есть возможность у ребят выступать на сцене, вот чтобы видел зритель? Есть концерты? Ну, одну такую возможность мы гарантируем на наших курсах – это выпускной. Выпускной – это когда все группы, и самые маленькие, и самые старшие собираются вместе и показывают то, чего наработано за определенный... за вот этот учебный год, да? А со старшими мы стараемся еще отдельно поставить спектакль полноценный, одноактовый, двух... Ну, это не имеет значения в зависимости от того материала, который мы возьмем для этих ребят. Вот, например, Георгий, он у нас... их выпуск – это был полноценный спектакль, который даже не один раз был прокатан на зрителя, за билеты, на настоящие. Вот, они играли на зрителя, и я думаю, что... вот, Александр, вы смотрели этот спектакль, наверное. Очень здорово, на самом деле. Георгий был просто потрясающим. Мы выбрали для того, чтобы показывать наши концерты выпускные, мы выбрали сцену молодежного театра, там это все обычно у нас проходит. Вот, ну, в этом году я не знаю. Мы стараться будем создать чего-то такое большое. У нас как бы такой маленький такой юбилей, пять лет нам. Мы хотим чего-то собрать, собрать и выпускников, и тех, кто сейчас учится. У Натальи Евгеньевны уже задача стоит там, в каждой группе она должна что-то вот это все сделать. Работы очень много, и попытаемся в конце мая вот это вот все большим концертом пятилетия наше отметить. Сергей, я уверена, что сегодня многие телезрители просто с огромным желанием сейчас задаются вопросом, куда и когда можно попасть. Может быть, в ближайшее время будете набирать группы. Да, найти, куда обращаться. 1 декабря у нас стартует зимний набор, да, это будет просто позже начало, позже заканчивают. Будет момент, когда будут параллельно учиться и те, кто пришли с сентября, и те, кто зимы. Да, и вот эти ребята, кстати, у них такой будет бонус, они поучаствуют в этом концерте до того, как сами выпустятся. У нас была такая уже практика выпускной в конце июля, да, но они принимали участие в выпускном концерте тех, кто учится с сентября. Вот, потому что появляется много желающих, и оказывается, бывают проблемы прийти, начать учиться в сентябре. У кого-то какие-то еще отдыхи, кто-то еще где-то, кто-то какие-то не решил какие-то вопросы свои. А вот сейчас длинными зимними вечерами, чтобы провести качественно свой досуг и как-то себя самореализовывать и развивать, мы вот приглашаем к нам. Зайти к нам, попасть к нам очень просто, у нас там даже слоган такой, спирант бай, заходи, заполняй. Ну, имеется в виду анкета, которая на сайте, там есть кнопка такая, начать игру. Ну, нажимаешь, появляется анкета, это сразу же попадает к нам, мы сразу же будем звонить, приглашать, будет отбор, будет приемная комиссия, все очень серьезно, абы кто не пройдет. Вот, а что, собственно, касается вот этой отборочной комиссии, у нас самое главное, это, собственно, мотивация. Мы спрашиваем, зачем? Если человек, его привели туда, он, я не знаю, вот мама привела. Ну, с этим человеком мы просто не будем знать, во-первых, что делать, и он не будет знать, зачем он здесь, да? Поэтому мы всегда ждем людей, которые чего-то хотят добиться, какой-то результаты, и мы это будем помогать делать. Вот. Спасибо. Какое количество времени длятся? Курсы? На что рассчитывать? Курсы длятся, наверное, не случайно 9 месяцев. Мне кажется, чтобы что-то сценическое такое родить, это очень хороший срок для этого, да? Занятия у нас проходят по выходным. Символично. Да, по выходным у нас проходят занятия для того, чтобы те, кто учится, могли их посещать, потому что у школы бывают разные смены, у взрослых тоже рабочий процесс какой-то и так далее. Поэтому мы обычно берем выходные и понедельник вечером. После работы тяжелый вроде как бы день-понедельник, но вечерком в понедельник после загрузки можно прийти и, наоборот, наполнится энергией на всю неделю. Мы хотим вам пожелать творческих успехов, самореализации, полной вашим участникам, чтобы они были удовлетворены тем, что получают. Ну и вам, конечно, тоже удовольствие от работы с тем, кто к вам приходит. Спасибо большое. Всего самого лучшего, доброго и замечательного. И вы к нам тоже приходите. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были руководители, преподаватели и участники театральной гомельской студии «Эсперант». Уважаемые телезрители, на этом мы говорим вам до свидания. Желаем хорошего, доброго вечера. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»